Привет, меня зовут Даша, это мое новое видео о моде и стиле, и сегодня оно будет посвящено верхней одежде на осень 2021, так что, если тебе интересно, оставайся смотреть. Я сделаю обзор разных пальто, тренч и курток из масс-маркет брендов. Перед началом, как всегда, напоминаю, не забудь поставить лайк, написать комментарий, подписаться на мой канал, это все очень важно для меня, это помогает продвижению этого видео. Сделай это, пожалуйста, это займет буквально пару секунд, и тогда точно можно начинать. Сегодня на съем, как всегда, с Заре. Я уже примерочная в Заре, и сегодня покажу немного вещей, потому что большинство было уже в моем предыдущем видео, так что посмотри его, если тебе интересно. Для начала, как всегда, я покажу мой сегодняшний лук. Сверху у меня белый укороченный свитшот, это бершка, брюки, черный резерв, вьетнамки Зара, ношу их пока тепло, любимая вещь второго года, и сумка бежевая также Зара. Если тебе интересен мой стакан, то заходи, подписывайся, ссылка будет в описании, и также, если хочешь записаться на услугу онлайн-разбор-кардирова плюс шоппинг-лист, почта будет в описании. И видео, в котором я рассказала, в чем польза этой услуги, и как это все будет проходить, также оставлю в описании. Итак, первая вещь Зары на сегодня, это тренч в классическом бежево-сером-холодном оттенке. Он идет длинным миди, тут достаточно стандартная модель, красивый вырез, ласка налажается необычно. Я его взяла в размере S, в своем стандартном размере, можно было взять больше, чтобы он был такой более объемный, но я не очень люблю, когда нижняя часть, так скажем, юбка получается такая очень большая, много складок, дополнительный объем в бедрах мне не хочется, чтобы был. Здесь есть глубокие карманы, пояс, с помощью которого получается красивый акцент на талии, я также предпочитаю его просто завязывать, а не застегивать. Сзади он выглядит таким вот образом, там есть разрез шлица, уже расшитый, достаточно широкий, хороший по длине рукав. В целом, очень хороший тренч, качественно выполнен, единственное, что он очень тонкий, но на начало, на середину осени, допустим, с каким-то теплым свитером будет хорошо. В расстегнутом варианте он смотрится вот так, покажу, внутри нет никакой подкладки, он, конечно, мнется, но такой материал, ничего не поделаешь. Посмотрим ценник, он, кстати, идет водонепроницаемый, стоит он 300 злотых, размерная сетка от XS до 2XL, артикул и QR-код. Следующая вещь на осень 2021, это пальто в бога стиля, оно, конечно, на любителя. Кто-то скажет, что как будто ковер сняли со стены и сделали из него пальто, но мне, например, очень даже нравятся такие необычные, выделяющиеся вещи. Тут интересный принт, много цветов между собой сочетаются, но все они такие спокойные, глубокие, очень осенние. У этого пальто классная длина ниже колена, оно идет в воротное, но всего с одной пуговицей, присутствуют карманы, они зашиты, но расшить их можно будет. Рукав такой идет с манжетом, с большим, широкий, спущено плечо, оно абсолютно не приталенное, полномерное. Кстати, это размер S, сзади выглядит таким вот образом, разрезов нигде ни по бокам, ни сзади нет. Материал, думаю, тут синтетический, нужно будет еще проверить состав. Меня удивил состав, в нем нашлась шерсть, но всего 17%, стоимость 500 злотых, размерная сетка от XSDXL, артикул и QR-код. Той такая, чтобы не показать самые странные, необычные вещи, ну как странно, это пончо, но выполнено оно из такого дутого, стеганого материала, что достаточно необычно, как по мне. Его, я думаю, можно носить как самостоятельную вещь, так и на какое-то пальто, чтобы его утеплить. Также в нем присутствует такой вот ремень, честно говоря, я не знаю, как им пользоваться, возможно, застегивать где-то в районе талии, возможно, как-то через руки протягивать, чтобы не сдуло ветром эту штуку, это одеяло. Нужно будет на сайте Зары посмотреть. Здесь приятный оттенок слоновой кости, минималистичный дизайн. С тыльной стороны здесь ткань, честно говоря, не очень хорошая по качеству, видно, что это синтетика, и, возможно, она скатается очень скоро. Но в целом, если тебе очень нравится, почему бы и нет? Ценник здесь, к сожалению, оторвался, но это был размер М. Мне кажется, что вещь отойдет в одном размере, и вот здесь видна артикул. Сейчас будет дополнительная информация, немного не в тему этого видео, но если неинтересно, можешь пролистать. Я взяла босоножки для себя примерить, такие вот на платформе в стиле Симворан. У меня в Пинтересте в папке «Модная» еще в прошлом году я сохраняла подобное, мне очень нравится. Платформа сейчас в супертренде. Красивый геометричный мыс, они идут полномерные. Не знаю, нужны ли мне такие. Вот их ценник, QR-код, артикул. Следующий бренд на сегодня это Бершка. Бершка на этот раз приятно удивляет выбором, и первое, что я хочу показать, это плащ. Из эко-кожи, в таком темно-коричнево-каштановом оттенке. Смотрится он достаточно стильно, мне нравится цвет. Материал я его взяла в размере L, то есть как бы на два размера больше своего. И мне, в принципе, нравится, как он сидит. Сзади у него тут есть шлифт. Он идет в убор, с темной фурнитурой. Острая лацкань, достаточно большой воротник. Есть карманы. В расстегнутом варианте смотрится тоже классно. Такой стиль 90-х. Насчет качества, ну, оно, так скажем, удовлетворительное, нормальное, как для Бершки. Не супер, но за свои деньги, я считаю, кайф. Если очень хочется сделать акцент на талию, то можно добавить пояс, не ремень, как в моем случае, а такой более широкий в цвет изделий, и тогда будет выглядеть хорошо. Но насчет размера не уверена. Вот L мне, в принципе, нравится, но когда я ее тут затягиваю, получается слишком много лишней ткани, и тогда бы пришлось брать M. Поэтому эту вещь я бы рекомендовала все-таки носить, как она задумана, вот в таком прямом варианте. И так это выглядит более стильно, как по мне. Стоимость коричневого пальто из-за как кожи 230 злот. И, как я уже говорила, примеряла L-ку, самый большой размер. Размерная сетка начинается от XS и Articool. Следующая вещь это супер укороченный бомбер светло-молочного цвета. У него тут есть какая-то надпись, синий Victoria's Team, что-то такое. И сзади на спине также таким же шрифтом тоже что-то написано. Снизу есть резинка, он регулируется. Бомбер супер укороченный, плюс мало меряет на меня сейчас размер L, поэтому рекомендую брать его на несколько размеров больше своего. Под низ здесь какой-то топ, который можно заправить в джинсы, либо в боди, чтобы не было гулое тело видно, тогда вообще будет кайф. Бомбер на кнопках, очень теплый, мне в нем уже прям жарко-жарко. Так вот выглядят в расстегнутом состоянии, современные, молодежные, круто. Кстати, есть также в черном цвете. Укороченный бомбер стоит 140 злотых, артикул и размерная сетка. Следующие вещи с Бершки на осень 2021. Это тренч, тоже в размере L, и сегодня как-то по L-кому еду. В целом очень даже неплохой. Бершка наконец-то научились делать тренчи. Мне нравится здесь длина, нидии хорошие, гораздо ниже колена. Приятный цвет, это скорее не хаки, а оливковый. Также этот тренч есть в бежевом классическом, но почему-то этот мне понравился больше. Двубордный, темная контрастная фурнитура, скушенные карманы, пояс, который делает красивый акцент на талии. Длина рукава отличная. Мне нравится, как сочетается он с черными брюками, опять же. Сзади выглядели таким вот образом. Есть разрез, да, такой достаточно высокий. Он, конечно, тонкий, без какой-либо подкладки. Но здесь ткань достаточно хорошая, которая держит структуру. Стоимость тренчи 200 злотых, артикул и размерная сетка от XS DL. Следующая вещь на более глубокую осень, это куртка по крою, которая напоминает рубашку. Она сделана из черной какой же, стеганая, с накладными карманами. Трендовая вещь. Не помню, какой на ней размер, потом нужно будет посмотреть. Но мне нравится, как она сидит. Классная длина, таким вот образом выглядит сзади. Рукав также хороший, широкий, не короткий. Она идет на куртках, достаточно хорошее качество у нее, утепленная. Черная куртка из окопожи стоит 200 злотых. Размерная сетка от XS DL. Я снова примеряла самый большой размер, и артикул. Следующие, последние вещи с биржки на сегодня, это такая куртка-пуховик. Стильно выглядит, и у нее прям хорошее качество. Для биржки вообще супер. Вообще, она смотрится таким вот образом, чуть более удлиненная. Но я ее затянула и немного откинула назад, чтобы она здесь была короче. А сзади появлялся такой вот объем с таким даже подвисанием. Мне очень нравится, как смотрится вот этот воротник. Стойка такой большой, в откинутом варианте, так скажем, тоже. Очень приятный оффлайт цвет. Она идет стеканая, с такими только очень крупными стежками. На зиму тоже подойдет отлично. Также она есть в черном цвете, но мне кажется, как-то скучновато. Смотрится вот светло, мне нравится больше намного. На рукавах здесь резинки, поэтому не будет задувать. Такая теплая. Тяника на этот пуховик я, к сожалению, не вижу. Но это, возможно, был какой-то коллаб, потому что такая бирка огромная. Единственное, что могу сказать, я примеряла М. Кстати, можно посмотреть артикул где-то. Вот, вот. Дальше идем в H&M. Первая вещь из H&M на сегодня, это такая вот дутая безрукавка. И мне кажется, они постоянно идут из крайности в крайность. В прошлый раз я приходила, примеряла жилетку XS, которая была супер мелкой, маленькой. Я говорила, что нужно брать на пару размеров больше. Сейчас же я взяла вот две одинаковые жилетки в разных цветах. S и XS. И S настолько большая в урсайзе, что мне прям было не особо комфортно. Поэтому при моем телосложении я беру размер XS. В этом случае, кроме такого очевидного в урсайза, здесь еще вещь слегка большимее. Потому что верхнюю одежду обычно я выбираю себе в размере S, если вот все так идет более-менее стандартно. Но на самом деле безрукавка классная, очень легкая. При этом она идет объемная из-за своей наполненности, теплая очень. Мне нравится здесь такой большой уютный воротник-стойка. Сама она идет достаточно длинная, до средины бедра, на молнии, с карманами. Мне кажется, такая в стиле Kanye West. И также вот она есть в цвете хаки. Но мне в размере S было не особо комфортно. У урсайза тоже есть вот предел. Стоимость черной безрукавки 150 злотых или 40 евро. И ее артикул. Вторая вещь на оси это бомбер. И в прошлый раз я в H&M показывала такой более укороченный по фигуре, так скажем, бомбер. Он тоже был хороший, но вот этот мне нравится гораздо больше. Он однозначно длиннее, почти до середины бедра, в нем больше объема. Этот бомбер в токму светло-светло-сером оттенке затянутого неба. Он выполнен из атласного материала на молнии, достаточно качественный, тяжелый, с утеплением. Есть карманы такие скошенные. Хорошая вещь. Но у меня сейчас, кстати, размер S. Он полномерный. Супер. Бомбер стоит 200 злотых, либо 50 евро. И артикул. Следующий на сегодня манго. Первая вещь из манго на осень это пальто. И сегодня я буду показывать только пальто. Их всего будет три. Здесь, конечно, полно, как и везде, всяких стеканых курток, пуховиков. Но, честно говоря, я уже просто не могу на них смотреть. Это не значит, что они плохие, либо что-то еще. Но давай сегодня у манго посмотрим то, что у них лучше всего получается. Это пальто. И первое пальто, которое я хочу показать, классическое, длинное миди. Принц здесь гусиная лапка. Такое очень строгое. Оно идет абсолютно прямое, двубордное. Застегивается всего на одну пуговицу. Здесь сочетаются два оттенка, синего и бежевый. Приятные цвета, но в целом оно выглядит, как такое просто темное пальто. Длина отличная, такое глубокое миди. Сзади есть шлица, разрез. Достаточно высокий. Его нужно будет расшить. Напоминаю, чтобы это пришанки красиво выглядело. Классное, очень качественное, супер теплое. Рассмотрим потом еще состав. Но идет с подкладкой, сразу скажу. Мне здесь очень нравится линия плеча. Подплечники, кстати, присутствуют. Аккуратный, очень маленький лацканный, воротник. Деобразный вырез. И сзади поглядит таким вот образом. Состав оказался средний, всего 45% шерсти. Но зато она переработана, это пальто. Я примеряла размер S. Кстати, удивительно, я думала, я M-ку взяла. Плите, значит, очень полномерное. Размерная сетка очень широкая. 2XS, это 2XL. Цена 500 злот и QR-код. Следующее пальто на осень выглядит вот так. Оно в темно-темно-синем оттенке. И тут уже такой более интересный крой. Я взяла размер M. Но когда примерила, поняла, что S в принципе тоже бы подошла. Оно идет изначально суперсайзом. Абсолютно полномерное. У него здесь такие асимметричные наплодные карманы. Оно однобортное. Очень красивое, ласканное и воротник такие острые. Глубокий, достаточно V-образный вырез. Обычные карманы здесь есть. Да, тоже есть. Темная фурнитура. Рукав хороший, широкий. Длина миди гораздо ниже колена. Очень красивая. Сзади посмотрим, как оно смотрится. Каким вот образом. Вот таким образом оно смотрится в расстегнутом состоянии. У него есть подкладка теплая. В этом пальто состав уже лучше. 64% шерсти. Также это итальянская ткань. Стоимость этого пальто 600 злотых. Я примеряла размер M. Размерная сетка от 2XS до XL. И QR-код. И последнее пальто из Манго на сегодня. Оно по составу проигрывает предыдущим. Здесь всего 26% шерсти. Но нравится оно мне не меньше. Выполнено качественно. Здесь очень красивый черно-белый материал в елочку. Оно двубортное с черепаховой фурнитурой. Глубокий вампраздный вырез. И кстати вот нараспашку он у меня очень нравится. Получается такой красивый силуэт. Прямое с накладными карманами. Длина миди как и предыдущая. Но мне кажется это даже слегка длиннее. Здесь широкие-широкие плечи. Крой похож на мужское пальто. В таком классном будет гуляйте где-нибудь в Блой Нью-Йорке. Оно там абсолютно органично впишется. Сзади выглядит таким вот образом. Шрица также есть. Оно кстати очень похоже на предыдущее. В плане того что в длиной миди такой классический крой. Но все равно каждая модель чем-то отличается. По-особенному классная. Напиши кстати какой предыду тебе нравится больше всего в комментариях. Доказался размер XS. Так что тут крой правда такой как будто мужской. Поверсайз. Но размер меньше XXS также есть. Цена 650 золотых. И QR-код. Последний на сегодня резервт. Итак первая вещь на осень из резервт. Это косуха авиатор. Из кокожи в таком темно-коричневом каштановом оттенке. В моих обзорах редко можно увидеть косухи. Но это не потому что я их не люблю. Потому что они сейчас не на пике тренда. И их в целом не так уж и много. Единственную приличную я нашла в резервт. И то на месте 42 размер. Это чуть ли не самый большой. Если брать ее в своем размере то это нет однозначно. А так она мне в принципе нравится. Прикрывает бедра. Хорошая по объему. Здесь идет такая крупнозернистая кожа. Качество в принципе нормальное. Единственное что фурнитура такая слегка слишком блестящая. Но это простительное. Как для резервт вообще супер модель. Сзади выглядит таким вот образом. Тут есть такой ремей внизу. Можно ее застегнуть. Но мне в растет много вариантов. Мне кажется она круче выглядит. Так что такая вот косуха авиатор. Если тебе нравится. Есть в резерве. И да это был 42 размер. Стандартный я ношу 36. Поэтому считай на 3 размера больше я ее взяла. Чтобы она смотрелась нормально. В злотых она стоит 200. В евро 50. И в юркот. И последняя последняя вещь на сегодня. Это безрукавка. В светлом оф-вайт оттенке. Несмотря на то что я ее взяла в размере L. Она все еще идет достаточно короткая. Все мне тут в целом нравится. Она такая дутая. Минималистичная. Единственное что воротник стойка. Он классный. Но как по мне все слишком широкий. Не знаю если бы его было меньше. Если бы это было вот так. Смотрелось бы более стильно. Но так в целом тоже ничего. Опять же на несколько размеров больше ее желательно брать. Проима достаточно большая. То есть можно будет ее надевать на свитер. На толстовку какую-то. Застегивается она на молнию и на кнопки также. В целом неплохая. Стоимость этой безрукавки 140 злотых или 35 евро. Размеров всего 3. Я брала самый большой. Артикул и QR-код. На этом это видео подходит к концу. Я надеюсь оно тебе понравилось. Оно было для тебя полезным. Если да. То еще раз напоминаю про лайки и подписки и комментарии. Это все очень-очень для меня важно. Спасибо тебе большое за просмотр. Пока я надеюсь увидимся очень-очень скоро.